Уроки менеджмента для глав моногородов давно закончились. Пора сдавать экзамены. Принимает их Станислав Воскресенский. В областном правительстве собрались руководители из 10 муниципалитетов региона. Многие из них в прошлом году прошли обучение в составе управленческой команды. Задача, поставленная перед ними сегодня, развитие производства и создание благоприятного инвест-климата. Давайте сегодня поговорим о результатах, о том, какие проекты вы представляли, как нам сделать так, чтобы эти проекты реально осуществились. Проекты, о которых говорит губернатор, должны определить дальнейший вектор развития моногородов на ближайшие годы. Глава Вичугского городского округа Михаил Куприянов рассказал Воскресенскому о грандиозных планах по развитию своей вотчины. Создание комбината синтетического волокна, поддержка малого и среднего бизнеса, благоустройство. В результате реализации всей программы мы планируем приезжать в город более 40 миллиардов рублей, инвестиций, создать более 3000 новых рабочих мест, сформировать интересную, современную городскую среду. Ну и планируем ответить на наш главный вызов. Не только удержим в городе активных горожан, но и с удовольствием встретим новых жильцов. Надежда и чаяние более чем оптимистичны. Губернатор, правда, этот оптимизм не разделяет. Никакой конкретики в презентации не увидел, названия новых предприятий не услышал, равно как и идеи по привлечению инвесторов. Короче говоря, очень красиво все оформлено, но это никакого отношения к слову проект не имеет. Это набор вашего видения, как могла бы развиваться ВИЧ и экономика. Это хотелка. Все это, это первый слайд вашего проекта, надеюсь, который у вас все-таки появится. Где нам надо вместе с вами, естественно, я вам буду помогать. Но у вас должно быть четкое понимание. Хотя бы, я не увидел ни одного названия компании, ни хотя бы круг компании, ни какого-то мне наказа, с кем поработать. Это мечта. После жесткой критики презентации проектов других муниципалитетов проходили уже за закрытыми дверями. Журналистов в совещании попросили удалиться. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.